Продолжаем разоблачение фальсификации о провозглашении христианства в 301 году государственной религии страны Хаев, Хаястана. Ссылка к первой и второй частям внизу в видео. И если вы их не видели, то убедительная просьба обязательно посмотрите. Переходя непосредственно к фактическим материалам, доказывающим полную несостоятельность вымыслов о фантастическом массовом обряде христианского крещения в одной из провинций государства Римской империи, в самом начале 4-го столетия хотелось бы прежде всего отметить, что более половины этого фальсификата, выдаваемого за точную в кавычках летопись истории региона, составлена попросту из пересказа Евангелия. Разумеется, никакой исторической информации этот контент не содержит, но точно так же никакой исторической информации не содержится и во всех остальных частях этого абсолютно антиисторичного сочинения. Как вы могли убедиться в первой и второй частях настоящего разоблачения, даже там, где фальсификатор использовал имена личностей, известных из истории региона, он вовлекал их в настолько абсурдные вымыслы, что это только подтверждало абсолютную неприемлемость сочинения как исторического источника. Помимо этого, сочинение просто уничтожается массой сказочных вымыслов, на фоне которых ссылаться на этот фальсификат как на достоверную историю, так же нелепо, как, например, объявлять точными историческими источниками сказку про Колобка или Винни-Пуха. На этом моменте следует остановиться более подробно, потому что эти бредовые галлюцинации, иначе их не назовешь, занимают значительную часть историй Хаев Агафангела, но при всей их дикой нелепости они продолжают считаться в национальной историографии Хаистана точным и достоверным описанием истории хайского народа и его поголовного крещения в 301 году. Итак, после глав, в которых фальсификатор подробно описывает 13 смертных казней Григория Просветителя, а также жестокие казни так называемых репсимянских дев, совершая при этом откровенные плагиат описания казней раннехристианских мучеников, и это, кстати, отдельный разговор, но мы сегодня не будем разбирать эту тему. Так вот, после описания 13 смертных казней Григория, невежа, сочинявший сказку «История Хаев» под псевдонимом Агафангел, развернул перед хайским читателем совершенно жуткую небылицу, которая могла бы привидеться разве что в шизофреническом бреду. В параграфе 212 он сочиняет следующую картину. «Спустя 15 лет, то есть не сразу или во время совершения тяжких преступлений с пытками и убийствами христиан, а через 15 лет, за все совершенные грехи Теридата постигает наказание. В него во время охоты внезапно вселяются бесы, которые превращают его в кабана или дикую свинью». Процитируем этот параграф. Параграф 212. «Однако, когда царь сел в колесницу и собирался выехать за город, он был сражен и выброшен из колесницы омерзительным бесом. И тут же на него нашло бешенство, и он стал сам себя поедать. Подобно царю Вавилоньян Навуходоносору, потеряв человеческую природу, он в облике кабана, как один из них отправился к ним жить вместе с ними. Войдя в камыши, он стал травоядным и совершенно лишенным разума, носился по полям, истязая свое ногой и тело». Фальсификатор вырвал этот сюжет из Библии, из книги пророка Даниила. Глава 4, стих 30 о каре царя Навуходоносора. Цитата. «Отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесной, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы». Стремление к гипертрофии – характерная особенность хайского мифотворчества. Так и в случае с казнями Григория. Если христианские мученики подвергались одной или двум пыткам, после чего предавались смерти, то фальсификатор обрушил на вымышленный образ Григория целых 13 казней, списав их из различных церковных преданий, которые, кстати, начали составляться в более поздние времена, после 8-9 веков. И это еще одно свидетельство, что никакого Агафангела в 3 веке не было. А если в случае с превращением Навуходоносора в Вала, это касалось только одного Навуходоносора, то в случае с превращением теридата в дикого кабана вместе с ним в диких свиней превратились все горожане, вся его родня, все придворные и все подчиненные, иными словами, все население римской провинции Арменье. Это точная иллюстрация текста истории Хаев Агафангела, причем, согласно фальсификатору, это была не римская провинция, а страна Хаев, Хаястан, все население которой было представлено исключительно Хаями, и правил там хайский царь Теридат. Это превращение, вызванное вселением бесов, произошло исключительно с Хаями. Согласно авторскому тексту, оно не коснулось, например, находившиеся там римские легионы. Возникает вопрос, а как же хайский историк Агафангел, который находился рядом с теридатом, и, согласно его же утверждению, видел все происходящее собственными глазами. Он был одним из тех самых приближенных и подчиненных теридата, которые все поголовно были превращены в диких свиней. А поскольку это сочинение в хайской традиции считается абсолютно точным и правдивым, то можно не сомневаться, что Агафангел в 301 году выглядел именно так, как вы видите на этой иллюстрации, то есть как дикая свинья, как и тысячи окружающих его хаев, включая теридатой всю его равню. Повторим, в соответствии с текстом самого точного исторического документа национальной историографии Хаястана. И это только начало того невероятного бреда, которым фальсификатор заполнял страницы своего сочинения, и которое в хайской национальной историографии считает достоверным источником информации о массовом крещении хаев в 301 году. Но мы не будем разбирать все выдумки фальсификатора, а остановимся только на самых шокирующих моментах этого бреда, выдаваемого за точную историю. Попутно отметим, что к тексту сочинителя можно было бы отнестись менее серьезно, если бы не абсолютная убежденность хайской традиции в том, что историю хаев Агафангела следует воспринимать как достоверный исторический документ. По тексту сочинения следует, что к моменту превращения всех хаев римской провинции в огромное стадо диких свиней прошло 15 лет с того дня, когда по пригазу Теридата в последней, 13-й смертной казни, разорванной на куски, задушенной, повешенной, раздавленной, сожженной, пробитой гвоздями, забитой камнями и залитой расплавленным свинцом, Григорий Просвидитель был сброшен в глубокую яму, кишащую змеями и полную трупов. Спустя 15 лет и 10 дней после превращения хайского царя Теридата вместе со всем хайским народом в беснующиеся, это цитата, стадо диких свиней, родственников Теридата, тоже ставших свиньями, внезапно поразило видение, что спасти их может только Григорий Просвидитель, которого 15 лет назад 13 раз казнил Теридат. Родные и близкие Теридата в облике свиней отправляются в той самой очень глубокой яме, куда 15 лет назад был сброшен 13 раз казненный в смертных казнях и сожженный в расплавленном свинце Григорий, и спускают в нее веревку. На дне ямы Григорий сразу же вцепился в верту веревки, и дикие свиньи наверху поняли, что он еще жив, потянули веревку и подняли его наверх. Это тоже цитата. Вытянув Григория из ямы, они увидели, что тело его почернело, как уголь. Свиньи тут же набросили на почерневшего и заросшего за 15 лет Григория какую-то одежду, и, не предложив ему ни глотка воды, ни куска хлеба, сразу же потащили его к камышовым зарослям, где в огромном стаде себе подобных бегал и хрюкал хайский царь Теридат. Повторим еще раз и трижды, подчеркнем, это именно то, что написано в истории Хаев Агафангела. Это тот самый текст, который выдается за исторический документ о крещении хайского народа в 301 году. Апологеты хайской традиции настаивают, что превращение Теридата в кабана – это лишь аллегория, смысл которой в том, что Теридат до принятия христианства был диким язычником, пребывавшим в зверином состоянии. С этим можно было бы согласиться, если бы не старательное описание фальсификатором жизни диких свиней в камышовых зарослях с деталями анатомических особенностей, строением конечностей, морды, рыла, клыков, копыт, шкуры, щетиной и так далее, и так далее. Наряду с этим, изложенное на страницах сочинения Агафангела повествование, объявляется доподлинной историей. Доподлинной, поскольку согласно догмам традиции Агафангел наблюдал все происходящее воочию, то есть был живым свидетелем событий, описанных в его истории хаев. Это убийственное для всей хайской традиции обстоятельство. Национальная историография Хаистана никогда не сможет выбраться из капкана собственных измышлений, по которым абсурдные вымысли и бредовые фантазии невежественного фальсификатора должны считаться достоверным и точными историческими сведениями. Дальнейшее описание, посвященное, разумеется, массовому крещению хаев, не оставляет никаких сомнений в том, что это сочинение можно назвать и бредом, и издевательством, и сказкой, и брехнёй, и абракадаврой, чем угодно, но только не историческим источником. «Судите сами, завидев приближающегося Григория, всё многотысячное стадо свиней во главе с хайским царём Теридатом бросилось ему навстречу, беснуясь, безумствуя и испуская пену». Это тоже цитата. Это огромное стадо, окружив Григория и обняв копытами его ноги, стало умолять его о прощении за содеянные грехи. В ответ на это в параграфе 222 Григорий, цитата, «поднял их с земли и сказал, братья, я из той же плоти, что и вы». И поскольку этому бредовому абсурду аплодируют историки России, европейских стран и Америки, необходимо подчеркнуть ссылки на безобразные вымыслы фальсификатора, выдаваемые за историю хаев Агафангела, как на исторический источник, позорят и дискредитируют учёных и исследователей по всему миру. С того момента, когда Григорий обращается к окружившему ему многотысячному стаду диких свиней со словами «я такой же, как и вы», начинается долгий двухмесячный период проповедей по учению Григория, который занимает 350 параграфов сочинения, причём фальсификатор составил их просто из текстов Евангелии, предъявляя плагиат как учение святого Григория. А всё хайское население римской провинции во главе с хайским царём Теридатом оставалось при этом в облике диких свиней. Поэтому уместно отметить, что художники XVIII-XX веков, рисуя картины проповеди Григория Просветителя, изображали её неправильно. Они не знали, что доподлинная картина этой проповеди выглядела совершенно иначе, так, как её описал свидетель этих событий, самый точный и достоверный историк хайского народа Агафангел, то есть так, как вы видите на этой иллюстрации. Согласно текстам фальсификатора, христианское просвещение громадного стада свиней продолжалось 66 дней, в течение которых Григорий удерживал всю эту массу животных возле себя, и в этом ему активно помогали те самые бесы, которые, собственно, и превратили всё хайское население в диких кабанов. Однако только, едва только кто-то из этих свиней пытался отделиться от стада, бесы сразу же нападали на него и возвращали обратно к Григорию. Вряд ли в истории человечества есть вторая такая история обращения в христианство, с примером такого образцового сотрудничества христианского просветителя с бесами. Но, повторим ещё раз, историческая школа Хайостана настаивает на том, что всё происходило именно так. Мы ничего не добавляем к написанному в истории хаев, исследуем точности тому, что написано у точного и достоверного Агафангела. Продолжая разоблачение, остановимся на некоторых забавных событиях, изобретённых фальсификатором. Агафангел пишет, что на протяжении этих шестидесяти с лишним дней Григорий Просветитель не только проповедовал христианство среди многотысячного стада диких свиней, но также активно использовал их для того, чтобы строить христианские часовни и храмы. Он указывал места для строительства, куда свиньи несли строительные материалы. В параграфе 757 достоверный фальсификатор сообщает, они приносили и собирали в указанном месте, кто скалу, кто камни, кто кирпич, кто брёвна. Всё это они заготавливали с радостной поспешностью и великим страхом. А руководил строительством чёрный, как уголь, Григорий Просветитель, отдававший приказы Тередату и его слугам, превращённым в кабанов. Повторим ещё раз, историческая школа Хайстана настаивает, всё происходило именно так. Это убеждение опирается на достоверное свидетельство выдающегося историка национальной историографии Агафангела, который наблюдал всё происходящее воочию. По ходу строительства хайский царь Тередат обращается к Григорию с просьбой о том, что, мол, если Григорий пока не позволяет ему превратиться в человека, то пусть хотя бы позволит, чтобы свиные копыта Тередата превратились в человеческие кисти рук и стопы ног. Это нужно для того, чтобы хайский царь мог также участвовать в строительных работах. Григорий Просветитель сразу же опустился на колени, сотворил молитву и вуаля! Совершилось чудо! Передние копыта хайского царя превратились в человеческие кисти рук, а задние в человеческие стопы. Где ещё в мире, у какого народа, в какой христианской истории можно встретить подобный бред? Ещё раз повторим, это именно тот самый документ, в кавычках, тексты которого в национальной историографии Хайстана считаются достоверным описанием обращения в христианство хайского народа в 301 году. То есть, обретя человеческие руки и ноги, а в остальном, оставаясь в облике дикой свиньи, Теридат превратился в ещё более уродливого оборотня. Но теперь этот оборотень мог подняться на задние конечности и использовать передние как руки. И Теридат сразу же объявил, что собирается принести скалы с вершины горы Арарат для строительства христианских храмов. Друзья, не забывайте, этот бред считается протокольной записью христианизации хайского народа. Хайский царь Теридат в облике дикой свиньи с человеческими руками и ногами целую неделю взбирается на гору Арарат и возвращается оттуда, неся на загривке восемь огромных скал для строительства христианских храмов. На этом галлюцинации фальсификатора не заканчиваются. В параграфе 766 хайский царь Теридат в облике ещё более уродливого оборотня дикой свиньи с человеческими руками и ногами участвует в погребении святых мучеников, внутри часовни построенной такими же оборотнями, как и он сам, то есть обращёнными в диких свиней хайским населением. Цитата. «Взяв мотыгу и лопату, он вырыл могилы у покоения святых, каждую по размеру гроба». При этом жена Теридата, царица Ашхен, также по утверждению достоверного Агафангела, находившаяся в облике дикой свиньи, набирала землю в подол одежды и выносила наружу. Это тоже цитата. А рядом с ними, в облике кабана, находился и самый точный хайский историк Агафангел, наблюдавший всё происходящее собственными глазами. Но какой ещё народ может похвастать подобным бредом, заложенным в основу национальной историографии? Бредом, на который ссылаются как на достоверный исторический документ, свидетельствующий о провозглашении христианства в 301 году государственной религии государства Хаястан на территории государства Римской империи. Согласно тексту истории хайф, эти тысячи диких свиней приняли участие в церковных службах, в храмах, которые они построили своими копытами под руководством чёрного, как уголь, Григория Просветителя. Как Григорий в одиночестве проводил в церкви эти службы среди тысяч диких свиней, об этом автор умалчивает. В параграфе 773 во время очередного церковного служения происходит ещё одно волшебное превращение. Цитируя самого сочинителя, когда все они находились на месте служения под сводами Дома Божьего, то есть церкви Григорий, велит всем преклонить колени и обращается с молитвой к Богу об окончательном исцелении людей, поражённых бесами. И тогда царь, стоявший перед народом в облике вепря, вдруг затрясся, о кабанье шкуросов вместе со страшными клыками, и рылообразным лицом спало с него, и лицо его приобрело прежний вид, а тело стало нежным, как у новорожденного. И опять же, это не аллегория, это бред невежественного сказочника, старательно описывающего и кабанью шкуру, и клыки, и копыта, и свиные рыла, и хрюканье, и пожирание камыша и так далее. Бред, выдаваемый за точную историю о том, что в 301 году христианство было объявлено государственной религией страны Хаев. Здесь мы переходим к заключительной, четвёртой части нашего разоблачения, в которой будут расставлены все точки над И. И нашим зрителям и слушателям будет предоставлена возможность окончательно убедиться в том бесспорном факте, что никакого объявления христианства в 301 году государственной религии, какого-то несуществовавшего в природе государства Хаев на территории государства Римской империи никогда не было и не могло быть. Увидимся в следующей части видео.